Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Эксполицейский предавал квартиры умерших людей. Занимая эту должность, Кировчанин получал сведения о имеющейся недвижимости умерших, а затем в сговоре с сообщницей обманным путем заполучал права собственности на интересующие его квартиры. Законные наследники, соответственно, этих прав лишались, сообщают в прокуратуре Первомайского района. Затем квартиры выставлялись на продажу. Таким образом, мошенникам удалось выручить порядка 4 миллионов рублей. Свою вину в суде обвиняемые полностью признали. В итоге организатор преступления эксполицейский сядет в тюрьму на 4,5 года, его сообщница на 3,5 года. Отбывать наказание они будут в колониях общего режима. Дайджест недвижимости. Снять двухкомнатную квартиру в Кирове стало дешевле на 590 рублей. За прошедший месяц средняя стоимость аренды двушки снизилась с 11 500 рублей до 10 920. Не так значительно понизилась цена съема однокомнатной квартиры на 160 рублей. При этом арендовать трехкомнатную квартиру стало накладнее. Заплатить придется почти на 600 рублей больше, чем месяцем ранее. 17 175 рублей. Самая высокая ставка в Кирове в сентябре у трехкомнатной квартиры на Советской 92. За аренду жилплощади в 110 квадратных метров просят 35 тысяч рублей в месяц. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.